Восстановиться может и 10-летняя Катя Худышкина. У девочки тяжелое неврологическое заболевание, причем состояние малышки в последнее время ухудшилось. Чтобы это исправить, срочно нужен курс реабилитации. Медиахолдинг УТВ, благотворительные фонды «Родная» и «Настоящий волшебник» продолжают проект «Добрые среды». Как помочь Кате, расскажет Юлия Савосина. Десятилетняя Катя Худышкина готова часами смотреть мультфильмы. Самый любимый – «Маша и Медведь». Там в финале непременно побеждает добро. Палата больничной реанимации стала для Кати первым домом. Там жизнерадостная и улыбчивая девочка провела первые полгода жизни. Виной всему тяжелое неврологическое заболевание. У Кати серьезный неврологический и психиатрический диагноз. В результате родовой травмы у девочки сформировался детский церебральный паралич, симптоматическая локальная билипсия. Девочка не может сама себя обслуживать, имеет задержку в лечевом и психическом развитии. Первые три года за здоровье Кати боролись оба родителя. Но затем мама ушла из семьи. И вся забота о девочке-инвалиде и ее шестилетнем брате легла на плечи отца. Приходится работать, потому что на одну Катюную пенсию, естественно, не прожить. Поэтому с трех лет Катю брал с собой на работу. Где-то часа на два, на три. Хорошо, что работа позволяет, потому что у меня работа с бумагами. Ну, естественно, потом бегом домой. Катю кормить, спать укладывать, чтобы из режима нельзя выходить. Пока старший сын на каникулах, Владимир оставляет Катюшу с ним. Мальчик присматривает за сестрой, играет с ней и готовит любимое блюдо Кати. Пюре из овощей с рыбой. Твердую пищу организм девочки не воспринимает. Катям очень хочется, конечно, играть, бегать, как всем деткам. Она в последнее время как... Аж подпрыгает в воздух, когда мимо дети бегают. И хочется с ними побегать, поиграть для Катюши. Да, ну что. Семья старается делать всё, чтобы мечта Кати сбылась. В 2015 году девочка прошла два курса реабилитации. Врачи давали хорошие прогнозы. Но на полное восстановление денег, увы, не хватило. Сколько я не общался с неврологами, с психологами, с другими специалистами. Все говорят, что Катю восстановить можно. Только нужно регулярно проходить курсы реабилитации. Сейчас состояние Кати ухудшилось, и ей срочно необходим курс реабилитации. Стоит он 60 тысяч рублей. С девочкой будут заниматься остеопаты, массажисты, специалисты по лечебной физкультуре. Сбор средств для Кати объявляют медиахолдинг ОТВ и благотворительные фонды «Родная» и «Настоящий волшебник». Чтобы помочь девочке, отправьте смс на номер 7522. В тексте сообщения укажите слово «Родная» и сумму через пробел. Ее спишут с вашего мобильного счета. Совершить платеж можно с номеров операторов МТС, Мегафон, Билань, Теледва и Йота. Если оператор сотовой связи попросит подтвердить платеж, это необходимо сделать. Только в том случае деньги поступят на счет. Юлия Савосина, Евгения Малышка, ОТВ